Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, что вы пришли. Здравствуйте и Христос Воскресе! Воскресе! Ну, книжка, о которой мы сегодня будем говорить, она прекрасна. Мне кажется, это знаковая книжка. Я очень рад, что она вышла в нашем издательстве Никея. Мы с Сашей сотрудничаем достаточно давно, 8 лет, это все-таки уже серьезный срок. За это время мы вместе прошли очень много интересных, сложных, веселых испытаний. У нас были общие радости, у нас были общие проблемы, но мы как-то тоже помочь их преодолели. И вот очередная книга Саши, которая вышла, называется «Трудно быть папой». Наверное, для всех очевидно, что главная тема, которая раскрывается в этой книге, от собственной. Мне, наверное, хотелось бы, прежде чем я расскажу Александру Пикаченко, сказать несколько слов о важности этой темы. Наверное, тоже всем известно, что особенность переживания острых кризисных ситуаций, потрясений для мужчины и женщины, она разная. И если мужчина, может быть, готов как-то бойко, мужественно отреагировать на кризисную ситуацию, что касается жизни после серьезного кризиса, то женщина к нему адаптируется гораздо лучше. Наверное, все это знают. Если говорить о 90-х годах, которые для многих наших сограждан стали серьезным испытанием, когда падал железный занавес, приходилось дело разочарования в прошлых идеях, люди теряли свою работу, многие области, на которых традиционно трудились мужчины, оказывались невостребованы, мед и наука, оборонная промышленность и так далее, и так далее, то адаптироваться к условиям новой жизни, которая все-таки такая достаточно специфическая была в конце 80-х, начале 90-х, было нелегко. Поэтому, наверное, ленивый только тогда не говорил о потерянном поколении, было снято множество фильмов, написано множество книг. Но мы, люди, чья молодость пришла на это время, действительно не имеем множества примеров и не имеем определенного необходимого опыта, который помогал бы нам устраивать свою жизнь. Есть замечательный фильм «Отец» венгерского режиссера Сабо, который раскрывает историю мальчика, росшего без отца, и дальше, пытавшись мучительно в своей жизни, в своих фантазиях, найти пример отцовства, на который ему можно было бы опереться. И он его не находил, но это фильм, действительно, о приверении с реальностью, обретении себя, взрослении, он очень хороший. И тема отцовства, она до сих пор, хотя уже после вот этих 90-х годов и 70-х прошло немало времени, она до сих пор еще не раскрыта в нашем обществе. О материнстве говорится достаточно много, но если любого, наверное, не любого, а многих из нас спросить все-таки, что такое отцовство, ну вот так скажи, вот без, наверное, видимо, без сравнения, без аллегорий, и, наверное, ответить на этот вопрос будет нелегко, потому что ответить на вопрос, что такое материнство, все-таки проще. И я рад, что в нашем издательстве разного рода книги выходили на эту тему. И вот, наконец, вышла книга Саши, и она имеет особенную ценность, потому что перед этим выходила книга психолога и ректора Института христианской психологии отца Андрея Лоргуса, где он таких психологических и духовных категорий размышлял на эту тему, но все равно книга, основанная на личном опыте, она всегда гораздо ближе, она всегда гораздо важнее, она дает силу, она дает пример, потому что именно вот в тех обстоятельствах, которые описал достаточно откровенно, тепло, иногда с юмором, иногда с более так иронии автора, они, конечно, помогут нам, потому что, наверное, каждый из нас может и себя в этих обстоятельствах найти. Так вот, книга вышла совсем недавно, вот спрос на нее очень-очень хороший, по нынешнему времени можно сказать, что она имеет все шансы стать пистолетером, вот и я этому рад. Наверное, если будут какие-то вопросы о самой книге, о ее содержании, о том жизненном опыте, которым так откровенно и храбро, я бы сказал, делится автор, вы можете задать эти вопросы, а я, как и обещал, все-таки скажу для прекрасной девушки несколько слов об Александре Ткаченко, вот, он один из лучших современных российских авторов, журналистов, не побоюсь этого слова, писателей, вот, Саша психолог, вот, Саша философ, мыслитель, вот, и вообще прекраснейший человек, его книги просто нужно читать, без них как-то понять мир не так легко. Еще и вышивательные и на машинке. Что только не умеет, Саша, это отдельная тема, вот, я, наверное, с радостью передам ему слово, и вас я еще раз хочу поблагодарить, что вы пришли, пожалуйста, смело задавайте вопросы любые, которые даже могут шагировать авторы, будет, наоборот, интересно и так же дешево и весело, и, наверное, в конце нашей встречи Александр с удовольствием подпишет книги, всем желающим. Ну, да. Это было Преапула, сейчас будет Апула, это обычно. Друзья, я очень рад вас здесь видеть. Честно говоря, я вообще не думал, что сегодня кто-то придет, на самом деле, почти полный зал, вот. Очень здорово. Я думаю, что если все-таки, несмотря на непростые погодные условия, на светлую судьми, люди начали время, это дорого вас стоит. Спасибо вам огромное. Ну, я готов отвечать на вопросы, или что мне рассказать. Ну, давайте, хороший повод, да, рассказать о книге, презентации книги. Сколько сыновей у вас? Трое. Трое. Большое вам спасибо за этот вопрос, это очень хорошее начало, какое-то разговорное. Понимаете, дело в том, что у меня сыновья сейчас выросли, а они уже взрослые, все. Я думаю, младшему сейчас летом 21 год будет. И эта книга, ну, это своего рода подведение итогов моего отцовства, каким бы она ни было, но оно уже, по большому счету, почти прошло и скоро пройдет совсем, но дочке уже 16. И я подумал, что имеет смысл, наверное, какие-то мои тексты, опубликованные за последние 12 лет, в журнале «Фома», связанные с жизнью моей семьи, попытаться собрать под одной обложкой именно такой опыт проживания того времени, когда дети были маленькие. Эту книжку мы собирались, вообще-то, еще в прошлом мае выпустить, по плану вам, да? Да. Но человек предполагает, Господь располагает, и в итоге получается так, как надо. Я вот сейчас понимаю, что если бы мы так вот душу вон, да, старались по плану ее выпустить, она бы была не такая, конечно. Эту книгу доносили, ее просто вот с огромной любовью. Доделали, я какие-то тексты написал. Прекрасную художницу мы нашли, Ерима Сечина, который замечательную иллюстрацию написал. Очень рад видеть здесь ее, да. Я, редактора моего любимого, да, тоже хочу поблагодарить. То есть мы вот втроем сели эту книжку, можно сказать, вымечили. Мы сидели, мы подбирали какие туда тексты, в какой последовательности пойдут, что вставить, что не вставить, что оставить за кадром для следующих каких-то книжек. Картинки с Римой прямо по интернету переписывались в несколько недель, там она бы предлагала варианты, а в революции, и то надо по-другому, а она терпелила. Очень, 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 очень. Да, и когда встречались, я сидел там, какие-то каля-маля рисовал, я вот такое. Лучше рисовали, лучше, Александр. В следующий раз надо издать книгу с Римой Светлана сама. Да, я считаю, да, вот карта. Да, и в итоге получилась книжка, которая мне, например, очень нравится. Я вообще свое творчество так, очень критично оцениваю, но вот эта книжка, я ее люблю, она мне глубоко симпатична, потому что сделана с большой любовью, и не мной это нет. Дальше вот важно сказать, хорошо, что вот Саша упомянул и Ирину, и Яну, я думаю, что вот мы Яну тоже потом попросим сказать несколько слов от редактора «Дайственники», которая занималась книгой. И мне кажется, еще очень важно сказать о наших друзьях и партнерах в журнале «Фома», вот здесь сидит Николай Шершин, выпускающий редактор, правильно, выпускающий редактор, вот, которого тоже можно отдельно поблагодарить, потому что значительная часть текстов они первый раз увидели свет благодаря «Фоме». Почему значительная часть? Все тексты? Все это. Ну ты же сказал, что ты там написал. Я написал журнал «Фома». Вот по поводу названия, нужно немножко рассказать, почему оно так же получилось, название. Ну, очевидно, с Тургарским, но, может быть, я думаю. Да, конечно, это Алюзия на специальских. Кто-то из нас боялся, что никто не видел этой Алюзии? Нет, сразу понятно. Кто-то из нас боялся, что увидят Алюзию на католического понтифика? Жан-а-француза. Ну, сейчас, конечно, да, Жан-а-француза нет. Да. На самом деле, так называлась, так называется заглавная статья, с которой, собственно, книжка начинается. Она вот в журнале «Фома» была опубликована. Ну, это такой журналистский код, выявить на авторитете известного названия, да. Но, на мой взгляд, очень удачно, потому что, действительно, папе быть трудно и... Не менее трудно, наверное, чем было быть Богом на чужой планете Румате, Румате Исторскому, да. Потому что семья – это тоже чужая планета для мужчин, потому что не знаю, когда женщина. Ее надо осваивать, в нее нужно как-то смерть вписывать, и потом, ну да, ты на этой планете Бог, куда-то от этого делишься. Ну, так что тут, это не просто игра словами, это, скорее, игра с мыслями, да. В конце концов, к Богу мы ведь тоже обращаемся, папа, да, Алла, что это, это же папочка на арамейском. Да. Вопрос, а у него есть? Да, 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 пожалуйста. Заставай. Ну, я хочу поговорить, конечно, что вы меня нашли. И такой вопрос, все-таки, вот в наше время, мы пока писали, наверняка, урок чуть-чуть придумали, в наше время, чем можно мужчину склонить к отцовству? Вот в смысле, в смысле, я понимаю, то есть не принудить, да, а то есть вот это отцовство популяризировать, я знаю, я знаю, да. Ну, вдохновить, склонить, ну, в принципе, не важно, тут много можно играть всякими тоже смыслами и словами, но мы все поняли, что я имею в виду. То есть, действительно ли это возможно, зачем, почему и как это вообще в наше время, вот эту ответственность, вообще, как можно, как мужчина может такую ответственность вообще на себя взять? Вообще, что, что, какое чудо происходит в мужской душе, что вдруг он решается на этом? Ну, можно я сначала расскажу вам, как я вас нашел? Как писатель, как писатель, как писатель, как писатель, как ты склонил к сотрудничеству? Как склонить к сотрудничеству художницам, вот. Ну, можно, я не сопротивлялась. Вот, на самом деле все очень просто, вот, хочешь найти себе художника для книжки, листай в Facebook и обязательно найдешь художника, вот. Я просто увидал в ленте замечательные подчеркучки, сделанные в метро, вот, Ирина сидела, там, а нечего делать, на коленке нарисовала. Вы не пройдите, пройдите, ага. Людей сидящих напротив. Мне это ужасно понравилось, и я решил ее попросить сделать иллюстрацию для книжки. Вот мы так вот списались, потом созвонились, потом встретились, и потихонечку эти вот рисунки появились. А по поводу склонения к отцовству, я тут могу только о своем опыте говорить, что, что-то, как-то, да. Честно говоря, я вообще не предполагал быть папой и доженить бы, и после жизни бы. Доженить бы. Потому что, ну, у меня, я сам был отцов, я вообще не понимал, что это такое, как-то не было у него проекта такого, создавать семью, ухажать детей. А после жизни бы, ну, так получилось, вот мы с женой больше прожили, у нас детей не было, и, в общем-то, судя по всему, не должно было быть. А потом мы повенчались, и после венчания у нас, как-то, прорвало на это дело. Я с удивлением, вот, дожил, что у меня один ребенок, потом второй, потом третий, вот, потом в небольшом периоде, вообще четвертый. То есть, как бы, под на козом это все? Да нет. Просто как-то вот так вот. Ну, понимаете, это же такие вещи, говорят, планирование семьи. А в чем может заключаться планирование семьи? Как это можно спланировать? Живешь, бабушка, она говорит, беременная, да? И что ты тут напланируешь? Все, приехали. То есть, когда мужчина женится в бедуле, что вас можно у него повредить? Знаете, есть мужчина нормального человека, и мужчина курильщика. Вот я мужчина курильщика, да, и я не думал. А нормальный мужчина, скорее всего, думает. Но это нужно, чтобы был опыт общения с отцом в родительской семье. У меня, к сожалению, его не было, поэтому вот так. Я в этом смысле не эксперт, понимаете? Нет, почему, как вы соответствовали, но это вполне, что нужен опыт. Да, еще, наверное, мужчина, отец, так или иначе, себе этот вопрос задает и накануне вступления в брак, при рождении первого и второго ребенка. Но, наверное, по мере увеличения проблем, по мере усиления ответственности, наверное, эта степень рефлексии возрастает. И с каждым годом этот ответ, который, может быть, изначально кажется простым, он видится все более-более сложным. То есть более-менее понятно, как, какими путями нужно идти, все-таки, чтобы к этому отцовству прийти, но остается самый сложный вопрос, как к этим путям идти. Вот, где внутри себя обрести эти ресурсы, которые не всегда сложно обрести в силу самых разных причин. Вот, у меня тоже, отец всегда работал, хотя я в полной семье, но у меня такого опыта нету от отцовства, я его практически не видел. Например, то, что мы там пошли вместе ловить рыбу, или он там меня научил драться, или еще что-то такое. Ну, я просто такие брудальные вещи говорю, такие стереотипные, но у меня вот такого не было. И я думаю, что очень многие, даже и в полных семьях, они, в общем-то, вот этот опыт, мальчик от отца, ну, в нашей традиции не воспринимали, я не знаю, как сейчас, может быть, сейчас что-то меняется. Наверное, каждый мучительно ищет вот этот ответ, как и с многодетностью. Вот, это же наша многодетность, она абсолютно иная, не имеет ничего общего с той, которая была до революции. Это абсолютно две разные планеты, которые, в принципе, невозможно сравнивать. Вот, и сейчас каждый из нас, кто на это там решился, или просто кто стал многодетным, как-то об этом не задумывается, все-таки является таким первооткрывателем. Он обречен, так или иначе, на ошибки, которые постоянно совершает, вот, но, тем не менее, это путь, и в чем-то он радостный и интересный, потому что это путь первооткрывателей. Ну, уж первооткрыватели, да, мы были еще семьи. Дело в том, что, ну, нет, правда, мы же, тут надо понимать, что у нас первый ребенок родился в декабре 93-го года. Ой, в январе. То есть, это вот те самые лихие 90-е в самом-самом своем горячем изводе. Тут, в общем-то, страна ушлась, да, там, люди кончали жизнь самоубийством, чтобы не видеть голодный смерть своих детей. Я не утрирую, действительно, были такие случаи, я помню, на заразке. А тут бабаксы и отцовство, да, через вот раз еще отцовство, через два, третий отцовство. Мы когда обудали с детьми в коляске, в воде на прогулку, у нас первые два погодки были, и мы купили коляски для пледнецов. Я их выгуливаю в эту коляску. На нас реально с ненавистью некоторые люди просто не только смотрели, но и говорили там всякие слова, что людям жрать нечего, они нищету кладят. Хотя будут люди, которые говорят, ой, молодцы, ой, как они бедненькие, помните там, вот и все такое, да. Что там говорить про чужую жизнь от своих родственников до последнего момента, за очередную беременность скрывали, как лежит это отцовство. Очень просто, скрыть его от родственников, чтобы они не приходили в ужас. Поэтому тут решимость-то такая, она, понимаете, постфарка уже. Да, 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 пожалуйста. Я бы хотел вот вопрос такой маленький. Вот взаимоотношения с мальчиками, ну, как-то, он думает, понятно. А вот у папого точки, какое-то отношение, как вы оцениваете, как развивалось, и как вы сейчас на это смотрите, насколько вам удалось, как девочкой, ну, как отец, как-то, который вот немножко пронутый, мама с точки более интересной, действенной контактной, чем вам-то раз сточет. Ну, иногда и бывает там действенной контактной, с вами, ну, у вас, как личница, которая, наверное, как развивалось, как... Спасибо, да, хороший вопрос. Действительно, ну, девочка больше с мамой общается, например, неестественно. Ну, до определенного возраста. Вот, лет 14, девочке просто, на мой взгляд, жизненно необходимо общение с папой. И у нас, ну, примерно так все и происходило. Ну, правда, я, честно скажу, я этот момент подопустил, как и многие другие. Ну, поэтому не совсем просто с дочкой сближались. Ну, любой подросток, это всегда такая штука, непонятная, значит, что с ним делать. Я говорю, берал, берал ребенок, все было нормально. Более какие-то актички. В Бомску что-то такое появилось. Это чему-то и название-то не значит. Но потом, слава богу, потихонечку, да, мы большие друзья, мы, на самом деле, очень крепко дружны. Но это другая, конечно, да, дружба, это не та, которая с мальчишками. Может быть, не такая откровенная, потому что все-таки девичьи какие-то секреты, да, папе рассказывать не будешь, там уделиться своими. Ну, это цитательство, оно очень сложное в своем отношении. Но, на самом деле, вы знаете, мы всех трое детей подождали. Мы думали, вот, каждый раз, я не вижу мальчика, каждый раз, когда мы раздали мальчика, мы ждали, что будет девочка. Мы даже имена девичьи придумали заранее, когда рождался мальчик, эти мальчики беда у нас в понеделье жили бедыни. Мы никак не морли, это, блин, никак не назвали, да. И поэтому, когда родилась девочка, у нас, конечно, был вот такой, как цветочек долгожданный. А плюс ко всему сейчас, я вот говорил уже даже, мальчишка уже взрослая, дочка последний ребенок. Тоже сейчас вот уже чуть-чуть и улетит из семьи, поэтому, ну, тут какие отношения? Единственное, надо говорить, схватил бы, держал бы и не отпускал. Не, ну, зная Вас, как христианина, как милософа, как психолога, ну, как-то, ну, не просто так, пришел обнял и ушел. Так, не тот вариант. А я, как психолог, скажу, что пришел, обнял иногда важнее всякого философства. Это, наверное, любой из своего опыта может превратить. По-философски это что-то, в семье философски. Вот когда ребенок к тебе обниматься приходит, это, знаете, дорогого стоит. Саша, можно я попросить? Да, да, вопрос, я думаю, что он очень важный. Вот, как я в своей жизни смотрю, все происходило приблизительно так. Вот мы были молодыми, у нас была компания, у нас были какие-то общие интересы. В общем, жизнь била плечом. Вот всегда было что-то такое внешнее. Вот, в чем, в контексте чего мы находились, я имею в виду, с укрой. Вот, потом мы пришли к вере, это такой новый мир открылся. Это опять мы попали в новый контекст, это опять какое-то обновление, это опять, в общем, масса эмоций. Потом стали рождаться дети, это еще что-то новое. Значит, один ребенок, второй, ну и так далее. Вот, и сейчас я понимаю, что дети взрослеют, какого-то обновления нету. И я замечаю, что, в общем-то, вот это все время, которое было прекрасно, которое я благодарен Богу, супруге, своим детям. Все-таки у нас не было времени на то, чтобы лучше узнавать друг друга, без какого-то вот такого пышного и яркого контекста. Просто друг друга, в нем какого-то пространства, обратившись вот так душа к душе. Вот, все-таки твоя дочка уже достигла почти что взрослого возраста. Не испытываешь ли ты такой проблемы? И если да, что бы ты посоветовал? Вот как, не знаю, наполнить новым содержанием отношений, как лучше узнать друг друга? Ведь не секрет, что многие семьи распадаются именно тогда, когда дети взрослеют, когда люди остаются один на один, и оказывается, что у них, в общем-то, общего-то практически ничего нет. Помимо детей, помимо этого быта, который они выстраивали. Ох... Ну, тут, знаете, какой-то... Да, вопрос такой созвучный. Вопрос на записке. Я даже не знаю, что мне это отвечать. Какие-то рецепты давать. У нас тоже был момент, когда все зашаталось. Почти развалилось. Почти развалилось. Буквально. Пол шара стала стара тоже. Вот в этой ситуации что делать, я могу сказать. Как наполнить жизнь новым содержанием? Я не знаю. Вы понимаете? Жизнь наполнить новым содержанием можно только свою собственную. Ну, невозможно взрослого человека изменить. Это вот аксиома такая психология есть. Многим кажется, что можно, но на самом деле это не получится. Человек такой, какой он есть. Ну, попробуйте подростке 15-летнего изменить. Много у вас не получится, но вы выйдете, да? Он же просто в себя, как улитка, уйдет в брак, и что оттуда потом из нее вылезет, одному Богу известно. А взрослому человеку, ну что, шикакливый. Каким новым содержанием его можно наполнить? Поэтому тут путь единственный. Менять себя. Это трудно. Трудно, потому что, прежде всего, трудно себя увидеть. Человеку свойственно себя видеть. Комплементарно. Симпатичным и во всем хорошим. Это нормально. Такие защитные механизмы у человека работают просто психики. Но если через них не прорваться, если не увидеть себя таким, какой ты есть, хотя бы более-менее, если не увидеть, что в себе нужно менять, что в себе нужно новым содержанием выполнять, то, конечно, ничего не получится. А если получилось хотя бы что-то поменять в себе, тут происходит маленькое чудо. Потому что семья – это ведь не просто сумма каких-то индивидуумов, да? Муж, жена, дети. Это единое целое, эта система, если говорить о таком математике. А система обладает таким свойством. Если хотя бы один элемент изменяется, то изменяется вся система в целом. То есть вот такой хитрый способ употредованный изменить другого человека. Изменить себя для того, чтобы изменить систему, и для того, чтобы в этой системе другой человек тоже нашел себе какое-то новое проявление, новое наполнение, новое содержание. Наверное, это очень сложно из-за умного говорить, да? Да, сложно. А как это, подробно с них облетались? Ну, тут уже, наверное, у каждого свой опыт, свои проблемы, свое преодоление. Получается, не всегда, не у всех. У меня, у друзей, я в какой-то момент посмотрел на своих... Мне повезло с друзьями, у меня много друзей, с которыми мы десятилетиями сохраняли отношения, близкие. И я лет пять, наверное, назад посмотрел, вот так вот как-то мысленно и ужаснулся. На самом деле, из двух десятков человек двое или трое всего в своей семье сохранили. И то один из вот сохранивших недавно развелся дождь. Что это такое, как это, я не знаю. Тут в полу говорить не о том, как решиться на отцов, а как суметь действительно сохранить отношения с супругом после того, как дети выросли. Ну, это отдельное уже все. Не знаю, может быть, когда-нибудь я об этом получусь написать. Ну, конечно, если в книгах это описано, то есть какая-то надежда, что это можно научить, то есть можно передать этот опыт, как подготовка Каннельская книги. И второй вопрос, что вы видите со самыми главными проблемами, представлениями сегодня? Самые главные задачи, самые какие-то серьезные вещи? Вы знаете, с точки зрения передачи опыта, я думаю, эта книжка немного колька в себе несет, потому что опыт передается только непосредственно. Описанный опыт, он может какое-то представление дать о чем-то, но это уже не передача опыта, это рассказывание об опыте. Поэтому, наверное, нет резона в этом смысле как-то эту книжку рассматривать. Тут просто описание моего опыта. Я старался делать это честно и искренне, не приукрашивая, не затемняя так, чтобы это можно было читать людям без содрогания. А уж какая польза практическая кому-то, будет ли она вообще, я не берусь судить. А главная проблема, да вот это и есть главная проблема, отсутствие практической передачи опыта отцовства. Вот у нас сейчас эта традиция прервалась, да и, ну не знаю, вот из присутствующих здесь вот, у многих есть отцы, которые их воспитали вот так вот с детства и до древого возраста. Вот эти проблемы, понимаете, мы книжки пишем, читаем, а передача вот этого отцовского опыта не происходит, а без него все это все равно превращается в какое-то, знаете, игра на баяни по самоучителю, да, обучают 18 уроков. Все равно получится криво, все равно получится с какими-то ошибками, которые придется потом всю жизнь и корчевок. У меня вот так вот было. Ну я надеюсь, что вот эта книжка, ну может быть, хотя бы на какие-то меры, на которых я подрывался, поможет людям мне наступать. Ну дай это Бог, хотя бы на одну, и то уже хлеб. А какие были самые главные мины? Знаете, самая главная мина для мальчика, которого воспитали первичным, это умение брать на себя ответственность. Причем не просто брать на себя ответственность, а брать на себя ответственность спокойно, без каких-то перекосов, без искажений. Без истерики. Без истерики, все это замечательно, да, без истерики, спокойно без истерики делать. Вот мне этот опыт очень тяжело давался, потому что как, решиться на отсутствие? Ну да, я решился, но а как, чего? Вот. И я на себя ответственность брал, да, всегда, но это было очень такое болезненное дело, на которое, наверное, со стороны было страшно смотреть. Ну, слава Богу, моей замечательной жизни хватило терпения все это вынести и дождаться того момента, когда я перестал брать на себя ответственность таким деструктивным опытом. И более-менее спокойно научился это делать уже. Только тут пора дать это, знаешь, что? Можно я сейчас добавлю, если бы не хотел еще слово сказать, защиту автора. Мне кажется, эта книга, она может действительно и в практическом смысле помочь, вот по таким причинам. Во-первых, Саша достаточно откровенно и открыто пишет, в том числе и о своих ошибках. Например, когда я читал эти тексты, я нашел очень много того, что, в общем-то, мне хорошо понятно, потому что я через это проходил, и она показывает пути выхода, который находил Саша. Безусловно, это его индивидуальный опыт, их невозможно взять, переложить в другую историю, в другую семью. Но, по крайней мере, могут быть важны какие-то детали. В чем-то ситуации могут быть схожи, и вообще сам опыт того, что человек этим путем идет, и ответ на эти вопросы ищет, он уже сам по себе является большой ценностью. Да, у меня вопрос небольшой. Почему ты не получилась какой-нибудь большой проблемой? Я не читал, я просто смотрел. Так кто-то лучше. Целую жизнь. Масса. Не слышать. Знаете, вот я когда в институте психологии учился, там много было таких вот неожиданных для меня каких-то откровений по работе человеческой психики. Вот одно из них было в том, что три четверти мощности нашего мозга задействованы не на продуцирование какой-то информации, а наоборот на сдерживание, на селекцию. Потому что, если бы мы даже на уровне восприятия воспринимали абсолютно все, что идет к нам по всем каналам, да, восприятие, мы просто с ума сошли. Слишком много всего. И мозг вот так вот в автоматическом режиме отсеивает только то, что для нас вот наиболее актуально сейчас. И наоборот, если бы мы говорили, то вот все, что нам приходит в голову, там, на ум, на сердце, ну, это было бы ужасно. Потому что в голову приходят очень разные, да, говорить надо только то, что считаешь нужным. Наверное, так и с книжки тоже получают. Жизнь большая, а значимыми в ней представляются только какие-то моменты, которые ты видишь как таковые. У меня получены значимые вот тут настолько, не знаю, хорошо или плохо. Ну, это хорошо, но хотя бы в том плане, что читать легче. Представляете, Сагуа Фарсайта такую сделать? 800 страниц. Ну, там тоже процесс много всего. А? Там тоже процесс много всего. Да, но читать это вот сегодняшнему человеку трудно привычно к такому клиповому восприятию. Отлично такие небольшие рассказики, которые, я надеюсь, действительно будут раскидываться легко и пряможенно. Тем более, она так не структурирована жестко от начала до конца и вообще в любом месте можно открыть и читать с середины и с конца. Хуже не будет это. Вас. На тоне предыдущего вопроса, вот Вы, как верующий человек, как психолог, насколько оно повлияло на Ваши семейные опыты, на сохранение семейных традиций, взаимоотношений. Ваши, 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 как христианская жизнь, христианская вера, Ваши, как христианские опыты, психологи. Ну, тут нужно развести, наверное, эти два момента, потому что, ну, благодаря своей христианской вере я вообще создал свою семью. Потому что, по сути дела, для меня вот создание семьи и приход в церковь были одномоментным таким явлением. И первое никогда не состоялось бы без второго. Потому что я, повторюсь, я не мыслил себя мужем, может, и более отцом многодетного семейства. И только вот благодаря тому, что я пришел в церковь, благодаря тому, что у меня, ну, вот родного отца не было, у меня духовный отец появился. У меня появился священник, к которому я приходил на исповедь. И мне говорят, ну, иди отсюда, я не буду причащать такого. Можно сказать, что это был один из таких факторов решающих. Ну, просто вот, батюшка на первой исповеди мне задал вопрос. С женщинами есть отношения? Я говорю, батюшка, ну, что, я вот уже целый год только с одной девочкой, у меня все строго, да, можно представить, что у меня раньше было, да. О, похвастался. Он говорит, ну, что ты, ты, все равно брудный, я не могу угрить, мне счастлив. Извини, вот тебе и коробочка на моем корзинке стояла, с подастливкой, вот такая, иди с Богом. Я говорю, а что делаете? Скажи, ну, как мне, да тебе решат, что ты меня спрашиваешь? Или венчайтесь, или расставайтесь. Он говорит, а что еще? И я, ну, вот, после этого впервые всерьез задумался над тем, что действительно надо как-то, ну, эти отношения закреплять, чтобы в этом действительно была семья. Или не закреплять, а чего-то отождать другого. Действительно замечательно делать что-то делать. А вот ваши христианские родители, они не будут взгляды наружающие? Ну, конечно. Это же православный журнал «Фомавки», но это там… Нет, нет, нет. А мы делаем теперь еще «Фомавки», а мы делаем «Верки Чайни». Да, нет, тут… Бизнес есть бизнес. А редактор есть редактор. Вот. И если этот… Ну, журнал «Фомав» вообще, на самом деле, очень такой богатый, политный смысл, смысловой. Там очень много совершенно разных каких-то тем, иногда совсем неожиданно. Но если нет христианской составляющей, то такой материал никогда не будет опубликован в журнале. Ну, поэтому тут уже сам факт того, что материалы из журнала «Фомавки» говорят о том, что эта составляющая там есть. Вот. И этом не может быть. А когда трудно нас с папой? Папой… стать папой не трудно. Я что-то не говорил. Папой трудно быть. Стать-то чего? Это такое дело. Природа. Вот. А вот когда ты стал папой, и понимаешь, что в твоей жизни произошло, да, ты уже не сам по себе, что у тебя есть дети, и от того, каким ты ко мне будешь, напрямую зависит то, каким они выразят. Вот это уже, вот это ощущение, ну, я не скажу, что оно страшное, но оно жутковатое такое, да. И ты понимаешь, что это не просто трудно, что это невероятно трудно, что это только вот с Божьей помощью возможно. Поэтому папой трудно не стать, папой трудно быть. И трудно быть всегда. Просто в детском возрасте там одни проблемы вот в таком мраме, да. Ну, вот ребеночек какой-то не спит, плачет, да. Животчик не уварит, ну, есть он точно. Трудно, трудно, не высыпаюсь, нужно идти там кашу на день. Постарше станет, там другие какие-то трудности, там коленки, где-то и надо там лечить, там еще что-то. Ну, в школу пойдет. Вообще подумать страшно, что начинается. Подростковый период, о-о-о, там, кино и немцы. Вот. А? Так никто папами не будет, если вы все же рассказывали. Ну, на самом деле, папой быть трудно, но интересно. Интересно почему. Потому что, общаясь со своими детьми, я вот, например, восполнял какие-то лакуны, какие-то вот зыры, которые в моем детстве остались. Ну, я не знаю, я просто описываю какие-то вещи, знаете, вот это странно, там, пересказывать содержание своей книжки, которую мы сегодня презентуем, ну, чуть-чуть скажу себе. Вот мне в детстве очень хотелось змея выпускать, настоящего. Мне, когда бумажку привязали, там, к веревке, да, там, детьми, там, она мотыляет, там, сзади, на ниточке, вот. А мне хотелось запустить змея такого, как, знаете, который, там, на несколько сот метров выходит в небеса, такой большой, сижу на хвостом, как в книжках это описывалось. Я уже здесь очень много читал в детстве, и там вот часто описывались такие запуски вот этих змеев настоящих. Мне хотелось запустить, а как его, как его вообще, как это делается, вот. Вот. У меня, когда дети подросли, я решил сделать им змея. У меня появился знакомый авиамоделист такой, настоящий, титулованный. Знаешь, это же авиамодельный спорт, оказывается. И вот это кандидат востера спорта по авиамодельному, да. И он мне рассказал, как очень просто и без заморочек, за полчаса можно сделать змея, да. И двух хворостин, да, бечевки, суровые динки капроновые, и куска полиэтилена от проникации. И вот я попытался сделать этого змея как-то. У меня не получилось ничего. У меня сын старший, по-моему, он сам в крошке еще тогда был. Я знаю, что он уже 10 лет не был. Мы сообща как-то там через руы, через слезы, через какие-то там неприятности этого змея доделали, пошли, запустили. И он взлетел именно так, как я в детстве мечтал. То есть я вот спустя 10-летие свою детскую мечту реализовал благодаря своих детям, потому что не хотелось им эту радость доставить. То есть другие какие-то вещи подобного рода. Ну то есть вот то, чего у тебя в детстве не было, понимаешь, что это плохо, что у мальчика это должно было в детстве. Потому что тебе было плохо без этого. И пытаешься им дать через это вот входить в тот опыт, которого у тебя раньше не было. Это очень трудно, это очень болезненно. Но это, во-первых, еще раз говорю, интересно, во-вторых, наверное, необходимо. Ну вот любая трудность осознанная, она, наверное, необходимая. Потому что если ты понимаешь, если тебе не просто трудно, то трудно вот в стену лбом убереться и пытаться ее проломить. Это же тоже трудно. Но это бессмысленное занятие. А есть вещи осмысленные, например, змеи сделать, да? Или шашлыки пожарить. А где трудно? Ну, это трудно, но это и осмысленное уже. И это необходимо, это важные вещи. И это надо делать. Если в детстве не получилось, то хотя бы сделаем возможность тут детки. И ты понимаешь, что у них уже этого не будет, вот этой дыры, что вот ты ее запомнил. Они вырастут, они своим детям этот опыт уже передадут, вот то, о чем он говорит, о передаче опыта. Главный дефицит современности в этом смысле. Поэтому эта трудность такая благородная, я бы сказал. Папой будет трудно, но это такое очень важное и нужное дело. И вообще в жизни подлинно счастливым человеком делает только то, что ему дается с трудом, что связано с трудом, с преодолением. Любые вещи, которые мы получаем как-то так вот легко, непринужденно, но они вряд ли могут человеку сделаться таковым, счастливым. Поэтому здесь все вполне, так сказать, в контексте возможности потенциалов человеческой души, человеческой психики. Как бы вы акцентировали значительные теории и трещи связанные с трудом? Папа, мне кажется, поскольку эту мысль должен обозначать, обозначать, обозначать трудом. Знаете, мы немножко иначе об этом говорили. Мы говорили не собственно о труде. Мы уже такой труд в таком, в обывательском понимании, но это способ зарабатывать себе на жизнь. Правильно, да? Дети же могут тоже трудиться. А к чему дети могут трудиться? К чему мы готовим их, когда они... Как вы считаете? Приучая детей к труду, к чему мы их приучаем? Не чтобы время праздности не было, как минимум. Да, можно и так сказать. Но мы... Нет, 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 на самом деле... Вот, 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 вот. Мы говорили, мы говорили, вот как раз... Сейчас я не могу прочитать, нам дали этим тоже трудом. Мы говорили, понимаете, мы говорили очень много, почему говорили, и думчего, с примерами каких-то вот идей конкретных, которых вот я приводил, ребят, подтверждение своих тезисов, не о труде. Мы говорили о том, что нужно уметь, во-первых, правильно ставить задачи, во-вторых, находить оптимальные пути их решения. За дальше цели, решения, достижения. Вот о чем мы говорили. А труд это просто уже, ну, как сказать, это естественное такое сопутствующее явление, без которого достижение цели невозможно. Вот труд сам по себе, понимаете, ну, это... Вот ходит осел, да, по кругу, качает воду. Вот это труд, в моем понимании. Такая бессмысленная, изнуряющая, отупляющая человека штука, которой, ну, к сожалению, многие люди, да, всю жизнь на это тратят. А мы говорили о другом, мы говорили о том, что жить нужно все-таки осмысленно. А осмысленно жизнь заключается именно в постановке целей и умений. Ну, может, осмысленно жизнь не достигает, да. Может, осмысленность, что он не быстрее, хорошо от этого, да? Чего? Если осмысленно знал, что он людей водой питает, он может быть хорошо от этого. Ну, осмысленно. И вот это отхождение из бакуна было бы понятно. Да, конечно. Да, ну, это ты. Я когда говорю про осла, конечно, я на осла немножко привещу, потому что я себя ставлю на его место, да, и мне как-то жутко становится. А его можно покрасить. Нет, правда, мне приходилось, я много работал на стройке, там, ну, в промышленных каких-то, на трекерях. И вообще, в 15 лет меня вызвали с 9 класса, и я ушел до учился в школу рабочей молодежи работать в управлении механизированных работ номер 14, резко устроить комиссер, ну, в ремонт-механические мастерские. Знаете, это такое заведение было, где сломанную на строительстве трассы Уренбой-Памару-Ужград технику, вот это право подостроили. К нам притаскивали, мы ее чинили. Меня определили туда учеником слесаря. А что такое слесарь по ремонт-строительной технике? Тут такая достаточно простая иерархия. Вот есть водитель, да? Это элита такая на севере. Спившийся водитель лишается правды, его переводят в бульдозерист. А спившегося бульдозериста переводят в слесаря. А я был их учеником. Вот, понимаете, моя трудовая витамисть началась с того, что я учился у спившихся бульдозериста крутить гайку в какую сторону? Справа на левую, слева направо. Я запомнил быстро, да, как это делается. И у меня вот память о том, как люди просто свою жизнь убивают вот этим вот трудом бессмысленным. Русский труд бессмысленный и беспощадный, понимаете? Люди далантливые, красивые. Им тридцати еще не было, а умная жизнь уже кончилась, понимаете? Они вот эти гайки крутят и смотрят как бы профилоник там вот, как это все вот, да. Татьяна, но вы же, если бы не научились вот этого труду, то потом, когда вы кормили семью уже, не надо просто работать, кормить семью, работать, кормить семью, работать, кормить семью и все. Если бы вы там начали рефлексировать по поводу того, что вы там, какой у вас труд, такой, сякой, вы, ну, а вот вас выучили работать и кормить семью, работать, кормить семью. Вы знаете, это самое, на мой взгляд, неценное из того, чего я выучился работаем. Да, конечно, потому что это самое бессмысленное занятие, работать и кормить семью. Это вот, простите, пожалуйста, за точность цитирования, это вот как-то с одним таксистом вот говорится. Бывают таксисты молчалилы, а бывают вот наоборот, да. И вот такой попался мне философствующий таксист, который там прокомментировал какую-то реплику по радио, про молодежь, которая живет там бессмысленной жизнью сейчас, это только ради развлечений. Я говорю, слушай, ну а мои дяди, дяди? Я говорю, ну а ты сам-то чего живешь? Как ты? Какие смыслы ты в своей жизни имеешь? И он задумывался так, ну ненадумывал, просто наговорливый человек, когда замолчит даже на 5 секунд, это заметно, палка, да? Ну и решительно почему-то. Так что тут думать, какие смыслы? Унитаз кормят. И его личное отношение к семье... Понимаете? Вот это то, к чему человек приходит, когда он работает для того, чтобы добывать свои птички. Хотите сказать, что в 90-х годах тогда выбирают себе работу, так сказать, как бы вам эта работа была по душе, так что ли? Ну, понимаете, ну это же вынужденные вещи. Нельзя вынужденные вещи ставить по правому углу, а? Ну это деваться было не было. Как можно вот об этом говорить как о главном? Потому что вас в этом научили, понимаете, что если вы не уверены... И слава богу, что научили, хорошо, но это не главное. Вот, понимаете, когда я увидал в начале нулевых, что это в моей жизни стало единственным и главное, мне страшно стало. Вот, ну правда, я просто понял, что я свою жизнь превращаю в какое-то механическое действие на манер вот этого острика, вот с которым так тепло отзывались. . . . . . Андрей Викторович. Александр, я хотел бы спросить, что у тебя была ваша семья здесь, супруга, дети. Что мне сказали по ребятам и своей дочке? Что сказали, что не надо говорить, а что это не значит? Ну, подождите, дайте я подумаю. Их только что не было, и вдруг они здесь появились. И здесь книжка такая, вот только философка. Что удалось сказать, тут слова, как здесь философия. Как бы вы сказали, да, ребята, вот это я и сделал. Моя заставка, это вы достигли, а вот здесь вам еще раз. Работать и работать. Как бы вы сказали, импульсы перед глазами сфимировали, да, как бы вы сказали? Так, да? Камер. Знаете, я бы, наверное, сказал им, ребят, спасибо за то, что вы у меня есть. Это первое. Да, это первое и главное, да. Да, потому что я бы никогда не стал самим собой, вот таким, каким я сейчас тебя знаю, если бы не мои ребята. Они ведь тоже мужички, они же тоже, вот понимаете, отца не было, да, но были дети, мальчики, подростки, парни, потом мужчины молодые. И общаясь с ними, я этот вот отсутствующий опыт отцов-то тоже исполнял, как не странно. Не только дети у отцов учатся, а отцы у детей уже учатся. Поэтому я бы, наверное, их поблагодарил просто за то, что мы друг у друга вот когда-то блаженевости появились. Вот. А в деталях, ну что в деталях? Каких-то планов на будущее я перед ними ставить не могу, потому что для меня современная жизнь, например, в каких-то аспектах может быть даже меньше понятна, чем для них. Она слишком быстро изменяется. А у меня уже слишком много каких-то стереотипов, штампов, шаблонов, через которые я смотрю на этот мир. А он меняется с такой скоростью, что эти, что мой опыт, скорее всего, им не пригодится в большинстве случаев. Поэтому я и не старался его транслировать. Я пытался с ними говорить о каких-то вещах таких вот неприходящих. О том, что нужно держать слово. О том, что любое дело, которое тебе поручили, нужно всегда делать немножко лучше, немножко в большем объеме, чем это от тебя тут потребует. Ну, опять же, о том, что жизнь должна быть осмысленно, что нельзя жить просто так вот, ну, механически, в холостом. О том, что нужно бережно к женщинам относиться. Потому что мужчине очень легко сломать женщину судьбу. Ну, просто вот в силу того, что можно стать папой и не быть папой. А вот стать мамой и не быть мамой уже намного сложнее. Вот о таких вещах поговорим. Повторять бы я это не стал, я надеюсь, они достаточно хорошо это усвоят. А что сказать дочке, я даже не знаю. И я не хочу этого пока говорить. Она еще со мной, Андрей Викторович, простите. Да, я даже гипотетически не хочу этого говорить. Да, я думаю, да. Да, да, да. Я на самом деле, вот у меня странная ситуация. У меня никто из детей пока еще не женился. И поэтому я вот как-то застрял на этом пароле нового какого-то качества. Нет? Внука нет у нас? Нет, нет. Ну, во всяком случае, я ничего об этом не знаю. Трудно ли быть дедомцем? Тут вы думаете. Смотрите, пожалуйста. Когда человек чему-то не знает в отдельном, какие у нас есть доказательные дела? Когда чему-то не знает, как это делать, отлично он спрашивает. Или там пытаются стране 5-3, а где он все знали, к Остану. А почему вроде бы мы это делали? То есть понятно, что мы все считаем французы, мы все учимся в школе, мы все считаем веки, мы все считаем веками, 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 веками. А вот не секрет, что большинство таких книг, которые есть правильные в жизни, мы все это написано на «Доносе». Я, честно говоря, не встречала не то, что поступие, как родители, как родители, как родители, как родители, которые говорят, что мало вокруг и не быть. А вот сейчас это увидим, да, и вы, наверное, тоже видите по своим детям, что вроде как все было правильно, вроде как все было ничего. А вот в процессе, с кем и с чем вы стеряли свои действия, чтобы понять, что они правят. Если вы не ставите ответ на ответ на этот вопрос. Ну понятно, что, наверное, это были какие-то друзья, ну как мы, может, что-то написанное было? Что вы читаете? Ну, конечно, было. Понимаете, в чем дело? Это же был перелом такой цивилизационный. Вот мы хоть и немного, а все-таки застали советский период. Нас воспитали в этот период, мы формировались в нем. Я вот в церковь пришел в 92-м году, мне было почти 25 лет. Он же, по сути, был взрослым человеком. И у меня на вот эти вот советские какие-то штампы начала накладываться совершенно новая информация. Ну, а какая информация? Ну, это были вот, большей частью, первые книги, вот, изданные церковью в начале 90-х, это были реплины дореволюционных каких-то таких, правов поучений, там, вот, какие-то... Нравственные богатства. Нравственные богатства. И, ну, нам тогда представлял не только мне, вообще, вот, молодым людям, которые создавали тогда семьи, представлялось, что вот это вот как раз и есть панацея такая, что вот советский опыт был неправильный, а здесь зафиксирована мудрость веков, который следует и будет тебе в жизни счастлив. Вот, на самом деле, к сожалению, все оказалось намного сложнее. Оказалось, что опыт традиционной семьи, которая описана вот в этих вот революционных книжках, для современного человека гиппат, очень ограниченно доступен, либо недоступен вовсе, потому что весь уклад общественной жизни изменился, а семья не может существовать изолированно от общества. Это нужно, знаете быть, Германом Стерниевым есть такой вот экстравагантный миллионер, который вот создал для себя такое пространство, отделенное от мира и живет в нем традиционном. А у меня так и получилось, да, и с этим, кстати, многие ошибки были связаны в построении нашей семейной жизни. И я скажу, знаете вот, что как раз опыт знакомства с психологией мне намного больше заводен в смысле. Вот. В том числе и с семейной психологией, и с психологией мужчин и женщин, и с психологией детсгородицей к отношениям. Здесь все это намного ближе к реальной жизни, чем те книжки, которые я читал в 90-х. Ну, не знаю, ответить? Да, ну, извините. Держать не станет. Попробуй будет трудно. Да. А? Друзья, вот, знаете, я просто для того, чтобы нам было веселее и радостнее, пригласил своих друзей, вот, музыкантов. Да. И хочу вам представить замечательную певицу, Галину Басуевну. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Всем здравствуйте. Саша, мы поздравляем по душе тебя с новой презентацией и новой замечательной книгой. Честно, я поклонница Александра и не с роста, потому что одна из книг под названием «Папочка в ладони» повлияла и на мое творчество, и, в общем, на творчество нашей группы. И это даже повлияло на написание нашего очень интересного музыкального проекта «12 священных слов». Твоя книга, как на него. Нас, вот, на вузы. И хочу сказать сейчас по поводу твоей новой книги, что, по поводу твоей новой книги, что, конечно же, дети, ну, это отражение сердца каждого любителя. Твоя книга очень токлая, добрая. И в каждой поликнике можно, когда ты ее читаешь, то ты знаешь, что это про меня. И это самое доброе. Вот. И, конечно же, мне не удалось, я не успела прочитать свою книгу, но я ее полискала, честно. И заметный книг, и журнал «Фома», я читала заметки. И хочу сказать, что ты служишь помощью, поддержкой, именно, наверное, в тех трудных ситуациях своих детей. Так скажем, во время какого-то определенного выбора туда не можно поедать. Конечно, те примеры, которые приведены здесь, они сыграли положительную роль в жизни твоих детей. Потому что, может быть, вот так скажем, деструктивная критика, она, конечно, нам мешает развиваться по жизни. Ну, многим детям, конечно. Так что я тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Рамы от нашел на луну, Угры и снега нам больше не свернуть. Сквозь боль и верят, Лететь их полный. Забудь, чем ты прервил, Но так обезло. Если превратился в кепель, Сломал секунды, Лежать все встали в отдел. Могут это мое плече, Слышим в ночи, Звук промрачной девушки. Сквозь боль и верят, Лететь их полный. 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 Сквозь боль и верят, что еще один музыкант у нас находится в зале. Мой друг дорогой Сивак Мироган. Его долго можно описывать. Музыкантские достоинства и прочее. Но это постоянный гость на радио Радонеж. Это такой православный публицизм. И просто человек с норячим, неравнодушным христианским сердцем. Но при этом он еще музыкант, музыкант, инструменталист. Если вот попытаться сейчас перечислить все инструменты, которые он играет, не просто играет, а виртуозный играет, то это может занять очень много времени. И вот он пришел, и у него с собой есть дуду. И он согласен с парикателем. Я опять пошел в зал. Я хочу очень поблагодарить дорогого Сашу за то, что... Вообще я благодарен очень Богу за то, что он дал мне такого замечательного друга, брата. Даже, я могу сказать, и наставника. Потому что общение с Сашей для меня это всегда какое-то обновление смысла. И в этом плане я очень благодарен Богу. И очень благодарен Саше. И хочу сказать, что книга меня просто... Она так меня порадовала, она так меня вдохновляла. И я очень благодарен и хотел бы свою благодарность выразить. В том числе и через музыку, и через YouTube. Ну, поскольку у нас Пасха Радость, я буду играть в YouTube. Он такой очень инструмент. Он грустный, но при этом... Помогает человеку, он как икона является окном в мир духовный. Я считаю, что и музыка тоже может быть окном в мир духовный. И вот я хотел бы как-то сыграть так, чтобы Пасхальная Радость, она как-то для нас была более глубокой. И при этом... Ну, насколько у меня получится передать вот ту радость. Хотя тут инструмент такой довольно... Он такой грустный, но я постараюсь. Он такой... Он такой... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА